Приветствую вас. Мне бы хотелось сразу сказать, что свой ответ я буду давать вам с точки зрения психологии и ни в коем случае не с точки зрения судьбы. С точки зрения психологии все вопросы по судьбе связаны, к сожалению, с переносом ответственности. То есть если вы считаете, что какой-то мужчина может быть вашим, какой-то мужчина может быть не вашим и вы уверяете это в судьбе, ну то есть не себе самой, а именно в судьбе. Если вы уверяете это в судьбе, то соответственно вы сами никак не отвечаете за то, что происходит, что естественно не является чем-то хорошим для вас. И вот здесь мне кажется нужно обязательно заострить ваше внимание на том, как вы подходите к выбору партнера, как вы подходите к выбору мужчины, почему вы выбрали именно этого мужчину, да, именно этого человека, как вы выбрали именно этого человека, ну то есть вот не кого-то другого, да, а именно этого. Что между вами общего? Воспринимаете ли вы друг друга как людей, как личности? Или вы воспринимаете друг друга в качестве мужчины и женщины, мужа и жены? Ну вот. Далее вы говорите, что у вас сейчас разлад и недопонимание. Опять же, вместо того, чтобы работать над этим, чтобы устранять разлад и недопонимание, вы начинаете развиваться, ваш ли это мужчина. То есть вы не хотите работать над отношениями, вы не хотите что-то делать для того, чтобы отношения развивались, чтобы отношения как-то ну как-то становились более зрелыми, понимаете? Вот. И мне кажется, что это ключевой момент вашей проблемы. В целом. То есть вы ориентированы сейчас на то, что может быть судьбой. Вам уготован другой человек. И на этого человека вы надеетесь теперь а муж ваш как бы не так уже и нужен. То есть не так он уже для вас и важен. И мне кажется, что подобный аспект, подобный момент ну очень вас дискредитируют как как сторону отношений успешных, сильных, серьезных, интересных, развивающихся, зрелых. Понимаете? Ага. Мне кажется, что с таким подходом к отношениям у вас действительно будет другой мужчина. Всем другой. А потом еще один другой. А потом еще один другой. А потом еще. И еще. Понимаете? Какая история. вот. Поэтому я думаю, что здесь нужно смотреть на себя. Именно на себя. То есть на то конкретно конкретно на то как вы выбираете себе спутников жизни. Ага. ну делаете ли вы что-то для того, чтобы выбирать хороших спутников жизни. И так далее. Ага. Конечно, вам ваш вопрос можно перенести в раздел эзотерики, если вы хотите именно предсказать судьбу. Вот. Я рекомендую все же больше брать ответственность самостоятельно. Самой. На тебя. Вот. Ибо это ну в общем-то напрямую влияет на то, как на то, как вы будете в даль... именно в дальнейшем себя чувствовать. То есть это будет либо какое-то развитие, да? Это будет либо какое-то продвижение вперед, либо это будет соответственно застой и путь назад. Вот. То есть еще раз. Анализ отношений с мужчин. Ага. Ну сейчас четкое обозначение вашей позиции с мужчин. обновление личных границ. То есть обозначение их, оформление их, если есть нужда к этому. и соответственно работа по коррекции вашего поведения. Как правило переход от ты сообщений к я сообщениям. То есть переход такой. вместо ты должен я хочу. вот так. Значит ну и соответственно обязательно нужен анализ вашей семьи. Потому что именно из семьи вы принесли то, что сейчас в общем-то происходит между вами и вашим людям. Вот. На мой взгляд именно так можно ответить на ваш вопрос. На этом все. если у вас остались дополнительные вопросы вы можете написать мне в личку я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.